Подробнее о том, что сейчас происходит в районе Бахмута, мы узнаем у нашей коллеги, военного корреспондента телеканала «Фридом» Алены Грамовой. Алена, мы приветствуем тебя. Здравствуй. Здравствуй, Алена. Здравствуйте, коллеги, приветствую вас. Ну, действительно, о том, что достаточно часто пишут средства массовой информации про российские, они могут в неделю три раза писать об одном и том же населенном пункте, якобы сегодня взяли, через три дня вновь появляется информация о том, что сегодня взяли, поэтому верить в эту информацию, действительно, Каролина, как вы и сказали, и не стоит. Попытки прорыва продолжаются сегодня, по данным Генерального штаба, мы знаем, что как минимум в одном направлении Бахмутском попытка прорыва была совершена, но, однако, атака была отбита, это данные Генерального штаба. И вот о трассе, действительно, о которой вы говорили, я сегодня тоже хотела бы рассказать. Это трасса на Константиновку, Константиновка достаточно близко находится от Бахмута, и хочу сказать, действительно, эта трасса в последнее время подвергается обстрелам, и это вот коридор не только для наших военнослужащих, это также зеленый коридор, а для волонтеров, для тех, кто подвозит провизию, и вот все-таки больше гуманитарной ситуации в городе я хотела бы сегодня уделить внимание. На сегодняшний день, по данным главы области Павла Кириленко, мы знаем о том, что 60% городской инфраструктуры, более 60% уже разрушены, и действительно, попадая в город, там мы достаточно часто заезжаем, а для того, чтобы подготовить материалы, мы видим все новые и новые разрушения, коллеги. А вот если приводить примеры, то вот из 14 школ уцелела лишь одна, вчера появилась информация о том, что от российских снарядов горело одно из дошкольных учреждений, то есть мы и вот такие объекты городской инфраструктуры, а также жилые объекты попадают под обстрелы ежедневно. На сегодняшний день у нас есть информация о том, что в городе остается от 15 до 18 тысяч мирных жителей. Такие данные давал глава области Павел Кириленко, но предположительно 16 тысяч, но он говорил о том, что по всей вероятности на зимний период в городе останется порядка 18 тысяч мирных жителей. Улицы пустые, если заезжаешь, потому что люди все-таки больше проводят время в укрытиях, выходят на улицу лишь для того, чтобы собрать дрова. Вот буквально недавно случай, который мы видели в центре города, и дерево, которое упало от российских снарядов, мужчина стоял, просто пилил это дерево для того, чтобы отнести домой дрова. Под проливным дождем люди готовы собирать дрова, приходить за гуманитарной помощью лишь для того, чтобы подготовиться, скажем так, к холодам. Погода тоже внесла свои коррективы, коллеги, хочу сказать. Дело в том, что в момент проливных дождей, вот те самые, скажем так, временные переправы через реку Бахмутка, они уплывали или уходили под воду, и таким образом людям из отдаленных районов города достаточно сложно добраться в центральные части для того, чтобы получить гуманитарную помощь при пунктах выдачи гуманитарной помощи, которые по-прежнему работают. Вчера у меня была возможность встретиться с волонтером, с Юрием, который достаточно давно уже приезжает в Бахмут и занимается эвакуацией, привозит гуманитарную помощь. Вчера он вновь побывал в городе, и вот что он рассказал, прошу послушать. Мы только что вернулись с Бахмута. Ситуация настолько сложная, идут сильные обстрелы по городу, обстреливается полностью весь город. Сейчас наступили морозы, ситуация еще усложняется в эвакуации, так как если выпадет снег, пробраться будет намного сложнее, будет в этой ситуации к людям на эвакуацию, выдернуть их из зоны боевых действий. С гуманитарными вопросами также будут серьезные проблемы, так как волонтеры не все могут туда будет и заехать, возможность. Город меняется на глазах, много разрушений, нету ни газа, нет воды. Люди пытаются выходить на улицу в поисках еды, воды, дров, так как ситуация становится все больше и больше тяжелой, так как наступили уже морозы. Коллеги, я хочу сказать, что действительно Бахмут остается самой горячей точкой на карте Украины, но и, к сожалению, из-за достаточно большого количества людей, которые по-прежнему остаются в городе, есть и потери. Вот у меня есть статистика этого месяца, 30 человек, 30 мирных жителей за этот месяц погибли от обстрелов в Бахмуте. Есть статистика прошлого месяца, тогда было четыре десятка человек. Вот, собственно, проверяя, открывая каждый день статистику, которую готовит глава области на своей странице, мы видим, что каждый день погибшие и раненые именно среди жителей Бахмута. Поэтому и призывы об эвакуации, они продолжаются. Однако вот в Бахмуте, как и в Солидарии, как и в Авдеевке, достаточно сложно уговорить людей эвакуироваться. Чаще всего мы слышим эти истории только тогда, когда люди рассказывают о том, что у них уже просто нет дома, поэтому они соглашаются на эвакуацию. Мы продолжаем следить, коллеги, за ситуацией и в Бахмуте, и в Донецкой области. В целом мы будем оперативно давать вам все свежие новости.